Работает за счет двух датчиков, в данном случае за счет датчика света, который видит линию, определяет и едет по ней. И второго датчика света, который определяет, видит когда белый цвет, он выбивает эту банку из круга. Умные роботы умеют определять цвета и ловко отделяют белые банки от черных. Сконструировали эти машины дети. Робототехника для них не только учеба, но и забавная игра. Да и погружаться в мир механизмов можно хоть с садика. Специалисты говорят, так проще всего вырастить будущих кулибинных. Ребенок начинает мыслить, мыслить нестандартно. Где же нету, нам не дают готовых инструкций, готовых конструкций. А дети сами конструируют, программируют. Тут много способов запрограммировать и решить конструктивные какие-то вопросы. А на площадке Норильского фаблаба школьники с интересом следят за работой 3D-принтера. По эскизу машина может изготовить трехмерную копию чего угодно, даже архитектурных памятников. Обе лаборатории научно-технического творчества и в Манчегорске, и в Норильске открыл Норильский никель в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Компания стала и генеральным партнером с организатором Всероссийского фестиваля науки в Красноярске. Говорят, сами заинтересованы в развитии науки и всеми способами хотят подогреть интерес молодежи техническим и инженерным специальностям. Мы действительно смотрим будущее, потому что производству нужны инженеры нового поколения. Люди образованные, с широким кругозором, творческие мыслящие, нацеленные на эффективность, которые в состоянии интегрировать разные науки для отдела производства. Это мероприятие способствует тому, чтобы пробудился интерес. И ребята, которые придут сюда в первый раз, я думаю, найдут площадки, на которых захочется продолжить заниматься и развиваться в этом направлении. На фестиваль науки в краевой центр приехали именитые российские и зарубежные ученые, в том числе и нобелевские лауреаты. Организаторы говорят, несмотря на то, что фестиваль проходит в Красноярске впервые, у него уже появилось свое лицо. При формировании выставочного пространства нам удалось представить не каждый отдельный стенд, а именно такой синергии от совокупных достижений вузов и Академии наук. Нам удалось провести финал конкурса «Ученые будущего Сибири». Норильский Дикель – это генеральный партнер, свой организатор. Собственно, финансовая поддержка проекта за счет средств, 95% за счет них. И плюс я отметил, что это не только финансовая поддержка, это и включение в саму подготовку проведения мероприятий. Фестиваль науки продлится до 4 октября, поэтому успевайте, приходите всей семьей на интерактивные выставки, площадки в вузах и лекции нобелевских лауреатов. И убедитесь, что наука тоже может быть интересной. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова